Компания Китфинанс, меня зовут Василий Евдогиенко, и мы начинаем наш утренний видеобрифинг Эспрессо, на котором в течение ближайших 10-15 минут постараемся посмотреть на то, что происходит в мире перед открытием торгов в Москве. Поговорим о сценариях на открытии и о том, где ожидать индексы к концу дня. Напоминаю, что Эспрессо – это первый из видеобрифингов, которые мы в Китфинанс подготовили для вас сегодня. Далее пойдем по нашему стандартному расписанию, с которым можно ознакомиться на нашем сайте broker.kf.ru. А сейчас разрешите, я переключу нас на мой рабочий стол, где у меня открыт терминал Bloomberg, и мы с вами пройдемся по внешнему фону для начала, для того, чтобы представить, что нас ждет на открытии. Итак, смотрим на закрытие в Соединенных Штатах. Здесь мы видим красный цвет, индексы все-таки снижались, хотя все-таки большим давлением пока это назвать нельзя, и Dow и Nasdaq все-таки остаются выше своих сопротивлений, и S&P, для которого таким сопротивлением, а теперь поддержкой, которая стала поддержкой, был уровень 13,75. Так что мы видим, что пока о развороте на американском рынке речи не идет. И за результатом последних пяти дней мы видим, что Nasdaq даже еще в плюсе остается на 23 суток. Там Apple поддержался своими дивидендами, и хорошая отчетность Oracle поддержала высокотехнологичный сектор. В общем, вот так выглядит ситуация по американскому рынку. Да, продавали, но не то чтобы очень сильно. Внутри дня торговли выглядело следующим образом. Были две попытки уйти глубже, но они были остановлены, и индекс S&P 500 закрылся скорее около максимумов дня. Хотя бы при негативной динамике это, наверное, не такой уж и сильный сигнал. Так, давайте посмотрим, как на это сейчас реагирует Азия. И Азия больше реагирует на значительное снижение европейских котировок, там, где снижение было более процента. И здесь мы видим, что процент теряет Nikkei даже больше, также на процент в минусе Гонконг. По Шанхае также отрицательная динамика, 3,25%. Но Австралия и Сеул около нуля стоят, и это, наверное, неплохой сигнал для открытия торгов в Москве. Особенно Австралия, которая столь же, как и Россия, зависит от сырьевого сектора. Давайте посмотрим на то, что происходит во фьючерсах на американские индексы. И здесь небольшой оскок, 0,1%. И это скорее приятный сигнал для российского фондового рынка, особенно если учесть, что мы не на минимумах, но около минимума дня в нижней половине диапазона закрылись. Также обращаю внимание на то, что FTSE у нас отскакивает на 0,3%, бодрее, чем Соединенные Штаты. Это говорит нам о том, что, по крайней мере, в начале торгов в Европе будут скорее доминировать покупатели. Вот так внутри дня S&P Futures выглядит на внутреннем графике. Здесь мы видим, движемся вот в таком коридоре, и сейчас около максимумов дня находимся, и это скорее хорошо для спроса на риск в мире и в России в том числе. Давайте посмотрим теперь на то, что происходит на рынке сырья. И здесь следующая динамика. Нефть потеряла еще 1 доллар вчера. 123,27% абсолютная котировка по нефтемарке Brent. И небольшой оскок на 0,1%. Сейчас с утра мы пытаемся нарисовать. В общем, изменения пока небольшие. Золото по-прежнему около 16,50%, без больших изменений в ту или другую сторону. Но пока идей нет у рынка. Немного, наверное, хотя нет, вот тоже опять отскакивает по медь. И здесь, ну, скорее, позитивный сигнал с этой стороны. С точки зрения спроса на риск, он все-таки в моменте внутри дня, наверное, существует. По медь мне интересно последние три дня посмотреть, как у нас выглядит торговля. И да, отскок начался вечером на американской сессии. И вот сейчас мы немного продолжаем восстанавливать котировки по медь. Медь, напомню, это хороший индикатор спроса на риск, поскольку металл очень чувствителен к ожиданиям относительно экономического роста, наверное, в Китае и в мире вообще. Так, давайте посмотрим на то, что происходит на валютном рынке. Какая здесь сейчас картина. И здесь мы видим, больших движений нет в ту или иную сторону. Здесь у нас графики по изменениям против американского доллара. И, соответственно, евро в нуле. Соответственно, больших выводов о спросе на риск, наверное, делать нельзя. Хотя тот факт, что иена продается, все-таки это, наверное, интерпретируясь, потому что там какие-то непонятные движения в течение этой недели были. Давайте на евро лучше посмотрим в течение дня. И здесь мы видим такой запил около нулевой отметки. В общем, четких сигналов евро не дает. За последние три дня динамика вот так выглядела, да, страшновато, да, в районе 12. А, но это как раз на европейских индексах деловой активности мы обвалились, которые нам обещают не очень хорошую торговлю по Европе, по крайней мере, на ближайшие недели. Так, но сегодня по валютному рынку сигналов, наверное, никаких нет. Так, и сейчас, наверное, самое время поговорить о том, чего надо ждать от российского фондового рынка на открытии. И здесь, наверное, нужно ждать нейтральной динамики, наверное, с некоторым преобладанием на стороне покупателей, которые будут тянуть рынки в сторону вот тех максимальных объемов, уровней в районе 15-35. Соответственно, сегодня, от сегодняшних торгов я бы ждал, ну, такой вялой нейтральной динамики и, соответственно, торговли в нижней части вчерашнего диапазона. Соответственно, это где-то 15-45 сверху и 15-25 снизу, думаю, может быть, еще раз попытаемся пойти вниз. Вот такие мои ожидания и закрытие, наверное, около нулевой отметки или, может быть, чуть выше. Фьючерс на Фордс, пожалуйста. Да, вот я сейчас покажу. Вот так выглядит фьючерс на профиль рынка по фьючерсу на Индекс.РТС. Он на ваших экранах. Здесь мы минимумы недельные, несколько недельные не обновили, и это скорее хорошо. Так, по повестке дня. Сегодня главное событие в России – это заседание правительства в Киришах, которое будет посвящено, как сообщает коммерсант, срыву Газпрома поставок в Европу. В общем, сегодня будет на ковре Газпром. Его будут отчитывать за то, что он неэффективен, сдерживает конкуренцию и все такое. Очень похоже на то, что будут обсуждаться предложения о передаче контроля на инвестиционные программы газовой монополии в Минэнерго. Ну и, соответственно, это сеченские люди. Так что вот полным ходом идет передел сфер влияния при подготовке к формированию нового правительства. В общем, такая подковерная игра. Наверное, это событие и послужило, но если не главным, то важным спусковым крючком для того, то не совсем адекватной, на мой взгляд, внешнему фону, да и внутреннему тоже динамики, которую мы наблюдали на российском фондовом рынке, когда ММВБ снизился почти на 7%, а Газпром потерял 10%, лидируя среди всех, наверное, голубых фишек по темпам снижения. Так, ну и, соответственно, далее из этого, наверное, можно сделать вывод, что надо дождаться события, посмотреть, каков будет тон, какие будут решения, какие будут планы по поводу того, что делать с Газпромом. Да, опять возобновились в прессе разговоры о том, что газовую монополию... Да, уважаемые коллеги, я совсем забыл запустить наш традиционный опрос. Сейчас в панели инструментов появилась возможность проголосовать. Пожалуйста, голосуйте, а я про Газпром продолжу. Итак, про Газпром. Опять появились разговоры о том, что нужно разделить, выделить транспортную инфраструктуру в отдельные компании. Опять идет разговор о том, что независимые производители газа гораздо более эффективны. В общем, не очень приятный для Газпрома будет разговор сегодня в Киришах. Соответственно, ну, если предположить, что вот это движение вниз, которое мы наблюдали на этой неделе, связано с этим событием, тогда разумно ожидать, по крайней мере, локального разворота на закрытие коротких позиций со стороны шартистов-инсайдеров. Ну, наверное, против этой версии, может быть, говорить то, что все-таки мы снижались не на таких уж и огромных объемах, поэтому там слишком больших инсайдеров с короткими позициями не было. Но, мне кажется, это правдоподобная версия по поводу снижения, потому что, ну, все-таки американские рынки в нуле, Европа потеряла около 2% за эту неделю. Мы снизились на 7-8%, и это не совсем адекватно, на мой взгляд. Так, по мировой повестке дня никаких сильных и важных событий не будет до 18.00. Там выходят данные по американскому рынку жилья, продажи на первичном рынке. Здесь, ну, учитывая некоторое замедление темпов роста, которые мы увидели, ну, и даже небольшое снижение мы увидели в отчетах на вторичном рынке, плюс надо добавить, что достаточно высокую активность демонстрировали банки, которые распродают залоги по просроченной ипотеке, и, ну, это перетягивает продажи на вторичный рынок. Соответственно, здесь можно ждать не очень хороших данных. С другой стороны, заявки на новое строительство все-таки на своих локальных максимумах, это говорит о том, что демостроители, ну, по-прежнему чуть более радужно смотрят на перспективы, а, соответственно, это вполне возможно поддерживается продажами. Поэтому ни какого-то провала вниз, ни какого-то резкого скачка вверх ждать не надо, это, наверное, будут нейтральные данные, скорее всего, выйдут около ожиданий. Наверное, даже не около ожиданий, а чуть ниже, потому что рынок ждет роста, я бы ждал около прошлого месяца и, возможно, даже чуть ниже, то есть чуть хуже ожиданий. Так, и плюс надо учитывать то, что все-таки пошли вверх ставки, сейчас долгосрочные, а это очень важный индикатор для продаж в том числе и на рынке жилья, то есть для продаж всех товаров длительного пользования, которые покупаются с использованием кредита. И вот на этой неделе сообщили, что бенчмарк по американской ипотеке впервые за несколько месяцев вновь вернулся на уровне выше 4%, и, безусловно, это плохой сигнал для этого рынка, и ожидания не очень хорошие. Поэтому реакция будет, скорее всего, нейтрально-негативная на этот отчет. Именно поэтому я бы не ждал сегодня уже отскока после того, как мы получим ясность по этой истории, связанной с «Газпромом». Да, ну и другая гипотеза, тоже, вероятно, связана с какими-то проблемами ликвидности в пенсионных и боевых фондах. Там в связи с требованиями регулятора требовалось, соответственно, закрыть часть позиций. Там речь шла, по-моему, если не ошибаюсь, о десятой части портфеля, поэтому достаточно сильные продажи. И, соответственно, поскольку эта операция, наверное, закончилась, то, наверное, и здесь можно ждать возвращения этих денег обратно на рынок. Подтверждение этой гипотезы, кстати, говорит то, что, да, у нас было не очень приятное движение на валютном рынке и на рынке межбанковском, но не столь эмоциональное, как на рынке акций. Вот, поэтому все-таки, наверное, на более разумные уровни мы вернемся на следующей неделе. Вот такие мои ожидания по поводу торговли на сегодняшний день. На этом буду заканчивать. Всем большое спасибо. А, да, нет, не буду заканчивать. Разрешите, я сейчас покажу результаты опроса нашего. Он на ваших экранах. Большинство сегодня за рост 45-33%, треть участника поступает за рост 16%, в два раза меньше за падение и за нулевую динамику также 16%. Я бы присоединился вот к той меньшей части, которая голосует за нулевую динамику, потому что по России вроде как закроется история, можно откупать шартистам на факте, то есть скорее факт движения вверх, но внешний фон будет такой нейтральный, негативный и особому оптимизму он способствовать не будет. Все, теперь точно заканчиваю. Всем большое спасибо. Если вопросов нет, то удачных сделок, удачных торгов и встретимся с вами в понедельник в 9.40 на видеобрифинге Эспрессо. До свидания.